Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый исторический пик биткоина. Сегодня я расскажу, почему его цена готова к следующему движению к 68 или даже 70 тысячам долларам. Кроме этого, поговорим про шикарные новости для Terra Luna, которые могут толкнуть ее вверх. Обсудим шикарную метрику для Матика, которая показывает увеличение его принятия. Поговорим о том, как космос пытается повторить путь полка Дота. И, конечно же, я расскажу тебе про рекорды Эфириума, которые он поставил, и о том, что они означают. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим про новости и события из мира криптовалюты. Итак, давай начнем с того, что называется теорией базисных точек Джесси Ливермора. Не будем вдаваться в технические подробности, давай сразу посмотрим на эту схему, как она отображается в учебниках. Схематически эта теория выглядит именно так. Согласно этой теории, если мы пробиваемся через вершину предыдущего забега, которая формирует с теперешней вершиной так называемую линию шеи, которую и нужно пробить, это пробитие линии шеи дает нам новую хорошую возможность для покупки. Предыдущую вершину Ливермор схематически обозначает как B, а вторую, которая и будет прорывать уровень первой, как B с апострофом. Если мы сейчас прорываемся выше предыдущего хая B, это дает нам путь к дальнейшему росту. В нашем случае, если мы посмотрим на цену биткоина, то увидим, что вот этот пик вот здесь и был той самой точкой B, а этот прорыв цены биткоина вот здесь является вершиной B с апострофом. Если мы сейчас прорываем вот эту линию шеи и закрепляемся выше нее, это и будет сигналом на хорошую возможность купить. И если мы увидим такое движение, то линией поддержки будет как раз таки эта линия шеи. После ее пробития цена биткоина попробует протестировать ее на предмет прочности, и если она окажется поддержкой, нас ожидает хороший момент для покупки биткоина опять. Если что, это недельный график биткоина, где каждая свеча презентует недельное поведение цены биткоина. Также, если ты смотрел мое предыдущее видео про биткоин два дня назад, то ты помнишь, что мы повторяли о важности этой средней линии, потому что в прошлом закрепление выше нее приводило к немедленному росту к следующей линии. В нашем случае это около 68-70 тысяч долларов. Наша фигура разворота, о которой мы тоже разговаривали с тобой, также предполагает эту цель. Если ты рискнул зайти в эту сделку два дня назад вместе со мной, то поздравляю, ты прошел путь от 56 до 66 тысяч долларов. Даже если эта фигура не приведет цену биткоина к 70 тысячам долларам, как она должна в теории, она все равно уже неплохо себя показала, как по мне. Кроме этого, вспомни, что 13 октября мы говорили об этой метрике, которая отображает общее предложение биткоина, которое держит краткосрочный холдер. Мы говорили о том, что оно находится практически на своем дне, а значит продавать биткоин просто-напросто некому, даже в панике. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем такие дикие пампы. Теперь я хочу перейти на более мелкий таймфрейм, где мы рассмотрим индикатор CPR. Этот индикатор с августа месяца ни разу меня не подвел, и я буквально влюбился в него. 1 октября этого года я выложил видео, в котором обозначил цели по CPR на этот месяц. Также в этом видео я показал, что CPR дал вот этот сигнал, когда следующие линии CPR открылись выше предыдущих. Это означает, что это хороший шанс купить биткоин. Этот сигнал обычно приводит к росту. Что ж, после этого сигнала мы достигли первой цели по CPR, второй цели по CPR и даже третьей цели по CPR. Все три цели, обозначенные этим индикатором в начале месяца, мы достигли. Всех трех целей, обозначенные еще в начале этого месяца открытием новых линий CPR, мы достигли. Также мы знаем, что именно средняя линия по CPR всегда является самой сильной поддержкой или сопротивлением. Если цена биткоина падает, то она является сильнейшей поддержкой. Если растет, то сильнейшим сопротивлением. И мы видим, что при выходе биткоина из этого восходящего канала, цена биткоина нашла свою поддержку именно на средней линии CPR. Раз, два, три. Три раза цена биткоина пыталась пробить ее, но у нее не получилось. Именно поэтому мы увидели вот этот прорыв цены биткоина вверх до следующей цели CPR. Сейчас я ожидаю похожий сценарий, как вот здесь. Мы пробили эту линию, вернулись, протестировали ее на поддержку и пошли дальше. Я думаю, что сейчас мы можем снова вернуться к этой третьей линии CPR. Цена биткоина ее уже пробила, и сейчас мы можем вернуться, чтобы протестировать ее на предмет поддержки. Если она окажется поддержкой, мы пойдем дальше вверх. Если же мы ее пробьем, то следующая поддержка будет на вот этой границе. Что это за граница такая? Она взялась исходя из вот этого движения цены биткоина. Как мы видим, здесь фигура расширяющегося дна. Мы уже знакомы с этой фигурой, ведь когда-то, 7 сентября 2021 года мы уже говорили про расширяющееся дно с целью в 56 тысяч долларов. Кстати говоря, мы таки достигли этой цели, так что эта фигура себя отработала. Теперь мы видим повторение похожего сценария, где верхняя граница сначала выступала в качестве сопротивления, цена биткоина отталкивалась от нее, как только достигала. Но теперь, после того, как мы ее пробили, она превратилась в поддержку. Поэтому, если вот эта линия CPR не окажется сильной поддержкой, хотя она должна ее оказаться, то следующей поддержкой будет верхняя граница этого расширяющегося дна. И до тех пор, пока биткоин будет находиться выше этих уровней, все будет отлично. Мы будем находиться в растущем рынке. Теперь я хочу поговорить про биткоин ETF, который был впервые запущен в США, наконец-таки, после стольких лет ожидания. Некоторые люди сравнивают это событие с запуском семи фьючерсов в 2017 году. Вспомним, что тогда это привело к падению цены биткоина, как ни странно. Биткоин рухнул и три года не мог оклематься после этого. Но сегодня мы узнаем эту новость. Первый в истории биткоин ETF, одобренный в США, буквально за несколько часов своего существования, побил объемы торговли в 1 миллиард долларов. И теперь скажи мне, что на биткоин нет спроса, что никому не нужен. Я не понимаю, что ты делаешь в криптовалюте, если ты в нее не веришь. Я в нее верю настолько, что она стала моей жизнью. И я живу ею уже 4 года. Если бы я в это так сильно не верил, я бы не смог психологически вывести это так долго. Кстати, когда впервые были запущены биткоин фьючерсы от 7 групп в 2017 году, знаешь, какие объемы у них были тогда? Где-то 15-20 миллионов долларов или вроде того. 15-20 миллионов долларов. Сегодня за несколько часов после запуска биткоин фьючерс ETF в США больше миллиарда долларов. Времена поменялись, биткоин поменялся. И отношение к биткоину тоже. И возможно именно поэтому нас не будет ждать крах, как в 2017. Поэтому те, кто сравнивает биткоин ETF в 2021 и биткоин семи фьючерс в 2017, по моему мнению, могут ошибиться. Интересная метрика, которая показывает, что 99,7% биткоин предложения находится в плюсе. Даже те люди, которые купили за 65 тысяч долларов на прошлом пике, сейчас в плюсе. Еще одно доказательство, что инвестируя в биткоин, ты всегда будешь в плюсе, если достаточно подождешь. Но люди не любят ждать. Разбогатеть хочется уже завтра, понимаю. Однако, пока ты не выработаешь себе эту привычку всегда все делать на долгосрочную перспективу, будет сложно чего-то добиваться. И я сейчас говорю не только про криптовалюты. Я говорю и про бизнес, например. Мой сервис ExchangeSumo.com 2 года приносил мне только убытки. Зато сейчас он окупил все, что я в него вложил и находится на рекордной доходности за сентябрь этого года. Поэтому долгосрочная перспектива для меня всегда на первом месте. Именно поэтому я отказываю рекламодателям в рекламе. Мне не нужна вот эта краткосрочная прибыль. Я здесь хочу построить сильное комьюнити. Уже известный нам биткоин-аналитик тогда у себя в Твиттере опубликовал сравнение 2013 и 2021. И нашел в этих двух биткоин-циклах множество похожих моментов. Это и поведение цены, вплоть до повторения одного и того же движения в июле и октябре. Как ты видишь, и тогда, и сейчас цена биткоина после массивной коррекции нашла свое дно в июле. А прорыв цены совершился в октябре. После сентябрьского падения, ну прямо под копирку все. Мы, кстати, говорили о том, что сентябрь для биткоина это исторически почти всегда падение, а вот октябрь наоборот. Кроме этого, посмотри на индикатор RSI здесь и здесь. Ты видишь, как сейчас он копирует тогдашнее поведение. Кстати, именно он сейчас и намекает на то, когда закончится этот буллран, представляешь? Заметь, что когда в 2013 году RSI, индекс относительной силы биткоина, начал приближаться к сотне, он был около 95 пунктов. Биткоин достиг своего окончательного исторического пика перед началом настоящего медвежьего рынка. Сейчас мы видим, что RSI находится на пути к этим отметкам, так что нужно за ним обязательно следить. Он может подсказать нам, когда нужно продавать биткоин и ожидать медвежьего рынка. Теперь я хочу напомнить тебе этот пост, который план B, создатель известной модели для биткоина, опубликовал 20 июня 2021 года. Он написал это 20 июня, что в августе цена будет чуть более 47 тысяч долларов, в сентябре будет дно около 43 тысяч долларов, в октябре будет 63 тысяч долларов, в ноябре 98 тысяч долларов и в декабре 135 тысяч долларов. И как ты видишь, он практически угадал, в сентябре цена биткоина была около 42-41 тысяч долларов, в октябре она выросла выше 60. Так что мы можем ожидать, что эта модель для биткоина все-таки, все-таки себя оправдает. Несмотря ни на что, несмотря на китайскую панику, несмотря на то, что Илон Маск называл биткоин каким-то неэкологичным и так далее, эта модель может еще оправдаться. Теперь я хочу пройтись по интересным событиям из мира альткоинов. Но сначала Coinbase заключила криптовалютное партнерство с NBA. Марк Кубан и его баскетбольный клуб Dallas Mavericks уже начали работать с криптовалютой, в частности с DoggyCoin, как мы помним. Теперь это будет делать и NBA, которая выбирает Coinbase своей криптовалютной платформой. Если что, NBA это национальная баскетбольная ассоциация, крупнейшая спортивная лига Северной Америки. Поэтому я считаю это большие новости как для NBA, так и для Coinbase и соответственно для криптовалюты. Ведь сотрудничество Coinbase и NBA это потенциальное использование биткоина, эфириума и других криптовалют. Например, выпуск собственных NFT от NBA или продажа билетов за криптовалюту. Далее аналитическая компания Chain Analysis купила биткоин. О чем я заявила сегодня, правда они не рассказали как много, но в любом случае еще одна компания добавляет биткоин в свой баланс. Если что, эта компания стоит 4,2 миллиарда долларов, так что это далеко не маленькая контора. Кроме этого, что сегодня еще произошло? Очень большое событие на самом деле. Известная певица Мария Керри, у которой в твиттере почти 22 миллиона подписчиков рекламирует криптовалюту, в частности криптовалютную биржу Gamemin. Кроме этого, она рассказала своим почитателям о том, что они очень заблуждаются, думая, что биткоин слишком дорогой, чтобы его покупать. Она сказала, что биткоин делится на маленькие части, и ты можешь купить его хоть на 5 долларов. Да, это кажется очевидным, тебе или мне. Но в действительности я встречаю огромное количество людей, которые спрашивали меня, как же я куплю биткоин, он стоит 40 тысяч, меня столько нет. Ты можешь вложить в него хоть 10 долларов, хоть 100 миллионов долларов. Холдеры эфириума. Это будет вам интересно. Общая стоимость, залоченная в платформах второго уровня для эфириума, достигла исторического пика в 3,8 миллиарда долларов. Лидерами среди этих платформ становятся Арбитрум и Оптимистик Пи-Би-Си. Что это значит? Это значит, что решения первого уровня стремительно устаревают, а люди выбирают платформы второго, которые значительно лучше, быстрее и дешевле. Суши-свап и Кёрфинанс также наблюдают рост именно решений второго уровня. А это значит, что децентрализованные биржи тоже набирают все больше популярности по сравнению с централизованными. И это меня, кстати, не удивляет. Теперь я хочу поговорить про Терра Луну, которую, возможно, ожидает большой памп уже в ближайшее время. Когда-то мы с тобой говорили о том, что Терра Луна в том числе работает и над проектом, который называется Червоточиной. В оригинале Wormhole. Это проект, как понятно из названия, должен служить мостом между блокчейнами Solana, Эфириума, Binance Smart Chain и Терра Луны. Сегодня стало известно, что он уже начинает работать. Теперь уже возможно пересылать Терра Луну и USD через Эфириум, Солану и Binance Smart Chain. Это большие новости для экосистемы Терра Луна, которая за счет этого может приобрести новых пользователей. Также, ребята, появляются некие доказательства того, что Терра может быть добавлена на Binance и торговаться будет по отношению к USD, как раз таки. Кто-то заметил это в Твиттере. Это пока что слух, но я не удивлюсь, если это случится. Добавление токенов на такие крупные биржи, как Coinbase и Binance, могут приводить к большим пампам этих токенов. Это называется эффектом Binance или эффектом Coinbase. Космос следует по стопам Polkadot и строит новый блокчейн, который называется Sagan. Это как Кусама у Polkadot. Теперь космос хочет свою собственную Кусаму. Вот почему он растет. Я уже давно говорил, что космос это недооцененная криптовалюта. У него впереди еще много проектов, которые он будет реализовывать, в том числе теперь и Sagan. И наконец, ребята, Матик. Кто держит Матик, для вас есть хорошие анчейн-метрики. Матик бьет рекорды в плане активности крупных игроков, а также своего использования и принятия. Почему-то Матик привлекает крупных игроков. Первое. Это транзакции китов. На Матике зашкаливают. Вот посмотри, какой подъем. Они находятся на исторических пиках. Такая же активность была только в мае 2021. Количество создаваемых в день адресов также начинает расти. Посмотри, вот этот прыжок. И кроме этого, социальные объемы Матика также растут вот здесь. Что такое социальный объем? Это количество упоминаний Матика в социальных сетях. То есть о нем все больше и больше начинают говорить. Выходит, что Матик или Полигон сейчас переживает рост принятия и используемости. Может, это еще не отображается на его цене, но мы знаем, что цена отреагирует на это. Ведь у Матика растет полезность и используемость. Это то, о чем нам говорит эта метрика. На это все, ребята. Надеюсь, видео было интересным или полезным. Если это так, почему бы не поддержать его лайком? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за 223 тысячи подписчиков. Увидимся завтра. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok